На собрании присутствовало свыше 50 ветеранов Великой Отечественной войны. Как всегда, встреча этих людей протекала в тёплой дружеской атмосфере. Никаких скучных докладов и лекций. Все участники собрания общались, делились воспоминаниями прожитых лет, а также обсуждали насущные вопросы. Очень действенная работа. Выступаем в школах, гимназиях, колледжах. На тематику военно-патриотического воспитания ребят. Мы посещаем абсолютно почти все школы. Ветеранское движение – это очень нужное дело. Первое, что мы могли бы все сидеть дома, но учитывая современную тяжёлую обстановку, которая в мире складывается, мы ветераны, прожившие и прошедшие, я ведь дитя войны являюсь, послевоенно, время Бандеровщины пережил. Я деткам сейчас в учебных заведениях говорю, как бы ни было трудно, сложно, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мы потеряли то, что имеем на сегодня. Собраться за круглым столом для участников Великой Отечественной войны – это не просто повод встретиться и пообщаться. Все они, несмотря на солидный возраст, люди заняты и, как говорят сегодня, продвинутые. А потому дела насущные прежде всего. С отчётным докладом о проделанной работе выступил председатель городской ветеранской организации Никандр Соколов. В этом году он сложил свои полномочия. Процедура избрания нового руководителя проходила путём голосования. Им единогласно стал Николай Иванович Банченко. Цели новый руководитель ставит соответствующее – работать с тем же запалом, стремиться передать молодому поколению только самое лучшее. Призывая молодёжь быть такими, как мы были когда-то молодыми, так любить Родину, как мы любили. На учёте в Брестской городской ветеранской организации состоит 456 ветеранов Великой Отечественной войны. С каждым прожитым годом их, к сожалению, становится всё меньше. Но, несмотря на почтенный возраст, полный энтузиазма, они и сегодня ведут активный образ жизни. Деятельность их многогранная. Ветераны принимают активное участие в жизни города, взаимодействуют с другими общественными объединениями и, самое главное, они находят время, чтобы учить молодое поколение нравственным основам.